Приветствую всех на своем канале. Сегодня 23 июня 2023 года. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о том, что в Украине проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской атомной электростанции. В ближайшие дни мы проведем соответствующее учение с перекрытием даров и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию, заявил министр. Он подчеркнул, что радиоактивный фон, который возможен, будет сохраняться в воздухе примерно сутки. Что делать при аварии на атомной электростанции, если не будет эвакуационных мер? Закрыться в помещении на сутки, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели, уплотнить все отверстия в домах, смоченные тканью или скотчем, следить за официальной информацией в СМИ, Находясь на улице, защититься от радиоактивной пыли можно благодаря респиратору или маске, используемой во время COVID, ну или в лучшем случае, конечно, это противогаз. Клименко отметил, что все граждане, которые захотят уехать с территории поражения, будут обеспечены соответствующим транспортом. Тем временем ООН 23 июня обсудит угрозу теракта на Запорожской атомной электростанции и последствия подрыва Каховской ГЭС.